Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я покажу вам, как внедрить программу STEM на уроке. Тема урока – прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы. Цель – изготовление простого прибора. Перед тем, как приступить к данному уроку, расскажу вам короткую историю. На семейном отдыхе произошел неприятный инцидент. На пляже был утерян ключ. Члены семьи ломают головы, не зная, что предпринять. У всех в голове возник один вопрос – темнеет, как мы найдем ключ? Все единогласно произнесли – нам нужен металлоискатель. Возникло несколько проблем касательно его поиска. Во-первых, пляж находится в отдаленном от города месте, а покупка металлического прибора стоит немалых денег. Все обдумывают последующие действия. На пляже не осталось никого, за исключением семьи, которая задавалась только одним вопросом – где взять металлоискатель? Не стоит отчаиваться по этому поводу. Для этого всего лишь необходимо вспомнить физику восьмого класса. Как вам известно, строение железа имеет форму кристаллической решетки, а между ними в хаотичном порядке движутся отрицательно заряженные электроны. В случае подачи электрического поля на металлический проводник мы наблюдаем упорядоченное движение зарядов, а также можем увидеть, как загорается лампочка. Посмотрим, почему лампочка загорается сразу при включении ключа. Всем известно, что у самой лампочки есть отрицательно заряженные электроны. И когда ему подается электрический ток, он начинает двигаться в порядке отрицательно заряженных электронов. Приведу простой пример. Мы знаем, что вода поступает в наш дом при определенном давлении и что при открытии экрана потечет вода. Точно так же при включении ключа электрические заряды, настроенные на нашу лампочку, перемещаются таким образом, что можно увидеть, как загорается лампочка. Если взять простую схему, то мы видим ключ и источник тока лампочку. Если мы включим ключ, то можем увидеть, как загорается лампочка. Как вы видите, схема состоит из ключа, лампочки, вольтметра, подключенного параллельно лампочке, мультиметра, а также подключена батарейка. Попробуем включить ключ. Когда мы включаем ключ, то видим, что показания вольтметра равны 6,20-6,19V, так как это лампочка на 6 вольт. Открыв багажник машины, мы обнаружили там гвоздь, изоленту и фонарик. Из этого фонарика мы извлекли лампочку и батарейку, а также взяли несколько проводов. Давайте подумаем, как использовать вышеперечисленные предметы. Таким образом, у нас есть следующий факт. Утерянный ключ. Возникшая мысль. Изготовление металлоискателя. План. Выполнение макета и его применение в случае наличия исследования. Использование электропроводимости металла при поиске ключа. Что касается критериев оценки структуры, то она должна быть безопасной, удобной в использовании и работоспособной. Вспомним правила безопасности. Ток с напряжением выше 24 вольт опасен. Действующий источник тока выдает напряжение 9 вольт. То есть, это безопасно. Но не стоит его открывать в целях проверки его безопасности, а также работать с оборванными или неизолированными проводами. Не втыкайте прибор в источник тока, равному 220 вольт. Будьте осторожны при работе с ножницами и гвоздями. На схеме можно увидеть, как расположены гвозди, обмотка провода, батарейка и лампочка. На схеме слева представлено расположение гвоздя, провода, а также батарейки с лампочкой. У нас есть пластиковая труба. Изолента, 9 вольтовая батарейка, лампочка, ключ, гвоздь, ножницы, провода, провод для подключения к батарейке и мультиметр. Теперь приступим к работе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok